Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас, как вы понимаете, роллы. Даже есть суши-буркер, или как он правильно называется, запеченный, Филадельфия, Калифорния. В общем, все как полагается. На самом деле, я сегодня не собиралась снимать видео, но мне так захотелось роллы. Я хотела себе сделать небольшой перерыв, отдохнуть, так скажем, в январе. Я пару дней отдохнула, на самом деле. Хотя рисовала. Эти пару дней я рисовала, чтобы не терять времени даром. Рисовать мне вообще в кайф. Проводила время с папой, общались, играли в нарды. А когда была маленькая, я, брат и папа, мы всегда играли в карты дурака. И так получалось, что я всегда выигрывала папу. В нарды, например, всегда выигрывала. И к нам приходили гости, другие родственники, например, да. И папа всех выигрывал, а я выигрывала папу. Я всегда такая думала, блин, как круто я играю. У меня, наверное, талант. Мне так везет. А потом я начала играть не только с папой, но и с другими, с другим людям вокруг, всем я начала проигрывать. Для меня было удивительно, как это папу я выигрываю, а папа всех выигрывает, значит, он сильно играет. А потом оказалось, что, оказывается, папа все это время мне просто поддавался, чтобы не портить мне настроение. Прикиньте. Вот что значит настоящий батя. А я-то ходила такая гордая, говорю, я супер играю в шахматы. Мама у меня даже ходила на курсы. Шахматистов что-то такое. Очень сильно играют в шахматы. Но шахматы это не моя игра, мне не нравится. Не то, что мне не нравится, просто там надо думать, такая напряженная игра. Я умею играть и в шашки, и в шахматы. Но шахматы я что-то не особо люблю. Напишите в комментариях, кто любит играть в шахматы. Я не особо. В общем, я все детство думала, что я такая крутая, прикиньте, я всех выигрываю. А оказывается, нет. Просто папа поддается. В общем, вчера целый день играли с папой. просто проводили время вместе. Это дорогого стоит. Еще у нас были свои планы, свои дела. Поэтому три дня я не снимала видео. Мы походили по магазинам с папой. И папа отметил, что у нас продукты очень дорого. Папа, вообще, такой петриот России. Он всегда и везде ищет плюсы России. Всегда. Креветки. Рыба. У нас почти в два раза дороже, папа сказал. Ну, что фрукты, овощи очень дешево. Вот. Поэтому папа все-таки, не знаю, больше любит Россию. Хозяин раньше снимал закупка продуктов. Все набор списали, что у нас очень дешево. Ну, наверное, это зависит еще и от города. Наверное, в Москве дороже продукта. у нас в Азербайджане, у нас в Азербайджане, у нас в Азербайджане небольшой. Мне что нравится? У нас нет роуминга. То есть, если ты выходишь из Баку, едешь куда угодно, без разницы, нет такого понятия, как роуминг. твои все тарифы доступны везде. Единственное, знаете, что у меня оператор Баксель, и у Бакселя есть тарифы, которые можно подключать, только если ты не живешь в Баку. То есть, для районов специальные тарифы очень выгодные. Там прям вот болтай, сколько хочешь. Папа сразу отметил огромный плюс России, что сотовая связь стоит очень дешево, а здесь очень дорого. И сотовая связь, я соглашусь, реально у нас очень дорого. Прикиньте, вы платите 1500 рублей на российские деньги, и вам дают 50 гигабайт. А безлимитный интернет вообще не бывает, по-моему. Или бывает. Там есть тарифы, что ночью бесплатно, короче, заходить. Безлимитный интернет только ночью. А так, чтобы вообще безлимитный был интернет, можно было интернетом делиться. В России вообще в этом плане кайф. В общем, в любой стране, в любой, есть свои плюсы, есть свои минусы, и это нормально. Как бы в пределах норм. Просто папа, как только приехал, сразу сказал, огромный плюс. Это, говорит, погода, это у вас лето. Сегодня, например, у нас плюс 13. Может, и не 13, надо посмотреть прогноз погоды. в интернете обычно смотрю. Папа сразу отметил, что это просто кайф жить в стране, где не холодно. Папа говорит, я одеваю шапку и куртку, просто, чтобы люди на улице не оборачивались, не смотрели на меня, как на идиота. А так, при такой погоде, говорит, спокойно, можно просто в свитере выйти на улицу и ходить. А мы такие с мамой замотались, шапка, шар. К хорошему люди очень быстро привыкают. Вы знаете, на следующий Новый год хочу поехать в Саратов и просто сравнить, сравнить этот холод, почувствовать на себе, походить по снегу, где будет хрум-хрум, хрум-хрум. Это вообще, конечно, кайф. Ну, в общем, папа, все аспекты. Стоимость машин, стоимость недвижимости. Везде свои плюсы, минусы. Например, у нас служба такси всегда жалуется, что им очень мало платят. А папа просто сравнил цены в Саратове, например, и здесь на таксе. То есть, цены одинаковые. Столько же километров, если ты проедешь в Саратове, заплатишь столько же, сколько и здесь. И прикиньте, в этом августе будет ровно 30 лет, как мои родители поженились. 30 лет. В 92-м поженились мои родители. 30 лет. Вот это стаж. Люди 3 года не могут ужиться вместе. Мне кажется, переломный момент как раз-таки происходит на начальных этапах отношения. Если все уже нормально, там дальше уже пойдет. Бургер, конечно, очень вкусный. Посмотрите, какой. Вот прелесть. К сожалению, папа не любит роллы. Многие писали в комментариях, что сними совместное видео с папой. Во-первых, он сам не хочет, он стесняется. Некоторые сразу придумывают. Наверное, у него другая семья. Он боится засветиться. Ну, блин, я в Инстаграме миллион раз вам показывала фотографии моего отца. Если бы я скрывала именно его лицо, я бы изначально не показывала его фотографии. Это раз. Во-вторых, он взрослый человек. И не всем это все нравится. Папа свои понятия, свои взгляды на жизнь. Все равно очень вкусно. Еще мы с папой хотим поехать отдохнуть. Я папа-мама. Хотим отдохнуть к папиному другу поехать на дачу. Я извиняюсь, у меня закончилась память на флешке. Я когда снимаю на влоговую камеру, а потом засовываю в эту камеру, эта камера не видит файлы, которые сняты на ту. В общем, как-то так. Я думала, что флешка пустая, оказалось, нет, она полная. За ваше здоровье. Иногда мне просто не верится, что уже 2022 год я дожила. И так все хорошо. Я очень довольна своей жизнью. И вот я, кстати, в прошлом году я составляла список желаний и планов на 2021 год. Вот. И половина из них сбылось, что-то не сбылось. Если вы хотите, если вам интересно реально, вот правда, честно, напишите. Я не обижаюсь, если вам не интересно, пишите, как есть оно на самом деле. Помните, в скетчбуке у меня был разворот? Я могу снять видео о том, что исполнилось, а что не сбылось. Пишите обязательно в комментариях, стоит ли снимать подобный контент или неинтересно. В общем, на этом все. Я наелась. Было очень-очень вкусно. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.